Дома и господа, здравствуйте! Вы на канале Абдунгрупп. И в этом видео мы рады представить вашему вниманию наш новый проект, реализованный совсем недавно. Это кухня для частного дома, состоящая из двух блоков. Кухня реализована в контрастных цветовых решениях в сочетании белого цвета с черным. В белом цвете у нас сделаны фасады и корпуса, внутренние каркасы наших модулей. В черном цвете у нас представлена ручка-профиль гола, столешница из черного керамогранита и черное стекло скинали с рисунком фотопечали. Также в черном цвете у нас некоторые элементы техники. Вот, например, варочная поверхность, на этот раз газовые черные розетки и в будущем будет черный кран. Основной блок кухни это угловая конструкция высотой, естественно, до потолка. Верхние модули у нас открываются на петлях хватом снизу за счет нависания фасада ниже корпусов. Угловой отсек у нас присутствует с полным доступом в угол и, собственно, несколько шкафчиков просто с полочками. Здесь у нас присутствует итальянская сушилка, точнее раскладка для тарелок и чашек. Интересным образом мы реализовали в данном случае вытяжку. Эта вытяжка не встроенная, она подразумевает просто подвес ее на стену, но мы сделали ее встроенной в наш модуль вот таким прекрасным аккуратным образом, закрыв все коммуникации вентиляционные и благодаря чему? Благодаря тому, что вытяжка увеличена в глубину, эффективность ее работы выше, что особо актуально для газовой плиты. Также у нас присутствует встроенная духовка моей любимой компании Bosch и между столешницей и ней специальная вставка присутствует из черного МДФ, поскольку над духовкой нельзя пропустить ручку L-образную сплошной деталью. Под духовкой выдвижной ящик на открывании в системе Push Open. Также есть еще несколько ящиков, чуть поменьше вверху, чуть побольше внизу. Угловой нижний модуль у нас предусматривает установку различных сантехнических аксессуаров. Возможно, здесь в будущем появится система Osmos, подключение газа вот там в глубине у нас видно и по стандарту алюминиевый поддон для защиты от влаги дна данного модуля. Также интересная была реализована посудомойка. Это посудомойка компактной ширины 450 миллиметров, но для нее сделан широкий фасад и благодаря чему справа от самой посудомойки мы имеем небольшой шкафчик для посудомойкиной химии. Здесь можно хранить там соль, таблетки, ополаскиватель и прочее. Остальные шкафчики представляют из себя просто полезный объем с полочками. Также присутствует лоток для органайзера для столовых приборов, выдвигающийся отдельным скрытым ящиком и соединяющийся с замком с большим фасадом среднего ящика. Рабочая стенка, она же фартук, в данном случае из каленого стекла с фотопечатью одуванчики. Стекло толщиной 6 миллиметров, сверх прозрачное, так называемый диамант, благодаря чему не изменяется цвет покраски нанесенной с тыла. Этот вариант имеет преимущество такое как легкая уборка. Также преимуществом является то, что у вас минимум стыков. Их всего два. Вот один и второй в углу. Поскольку длина листов стекла не позволяет сделать деталь больше, чем вот этот. В стекле присутствуют вырезы, в которые благополучно установлены розетки. Слева мы имеем шкаф, который меньше естественно в глубину, чем основной блок кухни. Он сделан по глубине вровень с вот этим прекрасным откосом. Здесь у нас просто полочки и ручка гола, L-образная. Собственно благодарение открываются все фасады. Для более удобного хвата нижних фасадов вот в этой полочке был сделан скос под углом 45 градусов. Ну и второй наш блок кухни. Также со столешницей, керамогранит, со шкафом, но уже без верхних шкафчиков. Здесь у нас немеряно полезного объема. И кстати говоря, вот такой подарочный набор мы дарим всем своим клиентам. Здесь всяческие вкусные ништяки от нашей команды с наилучшими пожеланиями нашим дорогим клиентам. Таким же образом ручка L-образной формы реализована с этой стороны. Она проходит через все модули и заходит в шкаф. Также присутствует полочка со скосом. И при закрывании фасада мы имеем две красивые линии нижних фасадов и верхний фасад у нас сходится. Вот тут вдоль у микронов сходится со столешницей. Еще один элемент черного цвета. В данном случае это цоколь. Цокольная планочка. Как обычно, алюминий. Черный металл. Да. Да, кстати, черный, вот такой однотонный черный практически без рельефа керамогранит дает нам что? Дает нам практически незаметный стык. Он есть, но его почти невозможно увидеть. Он такой микро-микро-микро. И, кстати говоря, у нас в данном случае сделана столешница разной глубины. Здесь она 600, а здесь она 700. Для чего это сделано? Для того, чтобы отдалить варочную поверхность от задней стены. Ну и просто потому, что это позволяет помещение. Помещение просторное, частный дом. В общем, есть где развернуться. А, кстати говоря, подсветка. У нас присутствует подсветка. На этот раз она угловая. То есть она установлена в угол между фартуком и верхними шкафчиками. Она проходит сплошная через все модули. В углу у нас сделан зарез этого самого профиля под 45 градусов и включается он, как обычно, с помощью сенсора. А с этой стороны, вот тут, где заканчивается кухня, в будущем появится самостоятельный невстроенный холодильник. Поэтому пока здесь находится наше любимое ничто. Я не знаю, зачем холодильнику три розетки. В общем, эти три розетки теперь для одного холодильника. Что ж, на этом на сегодня все. Благодарим за внимание. Удачи вам и до новых встреч на этом канале.